здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко 27 января в этом году исполняется 80 лет полного снятия блокады ленинграда и вот об этом событии вообще об этой страшной историю которая была в истории нашей страны мы пригласили рассказать полину ивану константинову председателя общественной ветеранской организации жителей блокадного ленинграда здравствуйте полина вам здрасте ну во первых спасибо что вы к нам пришли во вторых конечно же это грандиозное событие которое совсем скоро наступит и вот само слово блокады и все что связано мне кажется нет такого человека от мала до велика кто не знал бы да что это было единственное что никто из ныне живущих особенно молодых не может даже приблизиться к пониманию того что там происходило вот скажите пожалуйста что для вас 80-летие снятия блокады для меня это жизнь продолжение жизни потому что родилась я перед самым войной вот трех дней не хватило до дня рождения двух лет вот мама наша был трое детей очень хорошая семья маме даже отец не разрешал работать потому что будет твою делу воспитание детей нормальных вот а я буду работать и он вы знаете что он даже у нас парк рядом был где кинотеатр великан мы на петроградской стороне жили и он даже участвовал в постройке американские горы там были такие он там это все его техническая часть было ну вот ну а так его призвали в армию он ушел мама конечно сразу пошла работать трое детей как никуда не денешься вот ну вот на макса гельса заводе работала одна который расположен на карповке река и собственно мы остались да у меня самая главная сестра была на 11 лет старше меня обратно 10 лет а и мама поэтому не хотела меня а папа сказал ты что дашенька разве можно такой нельзя пусть живут потому что у папы был отец он вообще с полтавской области родом и вы знаете что отец священником был и настолько он правильно воспитывал своих детей что у него еще брат есть был и дядя гриша вот что они были очень такие душевные все и он очень берег маму прямо за ней ходил как как настоящий мужчина должен ухаживать за женщины я хочу нашим зрителям сообщить что спустя много лет полина ивановна будет уже будет работать в люберцах будет много лет работать и станет такой уже жительницы московской области но вот тот ленинград для вас вот когда вы маленькая девочка когда вот это вот все начиналось что что-то для вас осталось воспоминания я или я люблю свой город во первых первый я хочу даже сказать какие учителя у нас были в первом классе анна ефремовна я помню пожилая женщина но там то что особо так я вот учились учились старались в а вот учитель географии было екатерина дмитриевна статная женщина войдет в класс и скажет поздоровается и скажет ленинградцы дети мои ленинградцы гордость моя вот это слово гордость я пронесу на н до конца своей жизни вот казалось бы одно слово но и так очень преподавательский состав хороший и мы так собственно я 87 школу с готовим закончилась перо по десятый вы же вся семья во время войны было там да вот это самый важный момент как как удалось пережить вот значит мама уходила меня закрывали с сестра вот который 11 лет там на 11 лет старше меня ей было 13 уже она ходила за хлебом очереди стояла ходила на за водой на невку приносил ну что там бетончик принесет а нас четверо трое детей мама а надо и помыться и попить но вы знаете как помню что правда у нас единственная хорошая была печь в доме мы жили в доме чеснокова и у нас была такая голландская печь с потолка до самого пола и была такая дверца медная мама всегда и она чистит и это согревало нас войну и лишь когда мы ее потеряли когда я приезжаю вдруг все сломано и там провели отопление в этой мы в этой же квартире жили долго мама умерла очень рано когда мне было 17 лет принципе я уже была взрослым до все все я осталась собственно с братом и сестрой они у меня были как родители а вот как все-таки вы вспоминаете что тогда происходило ведь от страшно даже сильно ужасно я помню что я настолько боялась у нас репродуктор черный был прямо на кровати у меня мама поставила так специально разокрутили шкаф чтобы если осколки там будет летать бомбежка чтобы не повредил их не к меня потому что осталось то я ребята все шкаф как будто защищала да сказал шкаф защищал как сена ну вот репродуктор конечно я даже иногда кричала говорю знаете мне так страшно говорю никого нет я одна я с кому-то с репродуктором говорю пожалуйста говорю спасите меня вот это я помню со мной и даже так кричал ну вот ну и конечно ждала каждый раз когда все приходят вместе когда мы собираемся вот когда сестра приносит этот хлеб мама делит и всегда мне преподносили 1 пусть маленькая выбирает сначала а потом они уже сыном последние ну так а вот соседи какие-то родственники которые жили гради что у нас не было родственников таких близких у нас была только мамина подруга и когда совсем было плохо она пригласила нас но у нее даже жили тети нюра я знаю у нее было две девочки муж почему-то не был призван он видно был освобожден и вот она нас как бы говорится пригрела ну может быть это нас и даже и спасло но так мы не выезжали мы так и жили потом в этой комнате 25-метровой пока брат не не выучился он был кандидатом технических наук потом в электротехническом институте ульянова ленина вот почетный радист 1955 году его даже секретные документы были в спутнике радио но потом секретку сняли как раз почему мы узнали об этом дано это в 55 было вот он с отличиями кончил институт он все все время шел на отлично вот давайте вернемся после снятия блокады после окончания войны вот вы помните это время как выходили на улицу что люди как это вот какое было ощущение а вы знаете мы ощущение радости ни у кого не было было вот такое как будто люди сбросили тяжелый груз себя выдохнули до выдохнули и вы знаете что и в каждом взгляде был только доброта друг другу не было такой вот и когда мы видим особенно без ног на коляске вот едут эти инвалиды это было очень трогательно но потом вы начали учиться потом я начала учиться до закончилась школу до сестра моя преподавала фармакогнозе фармакогнозе это наука о лекарственных травах и действие их на организм вот и она меня приучала к латыни она горит вот этот цветок называется по латыни дата да там такие назвать и она идем как подорожник называется а как это и она меня учил и и у меня уже было какое-то призвание что я тоже буду учить именно вот в химию и я пошла в химико-фармацевтический институт поступила правда я учился работала первые два года вот но это же преподаватели были шикарные там я даже занялась научной работой студенческой такое такое растение было павлов не называлась она действующие вещества у нее были как раз от облысения помогал да и очень преподаватель когда я вышел на третьем курсе замуж он очень жалел что я уезжаю из ленинграда это как же продолжать давать и будете защищаться потом я бы я так не могу я что-то должна одно делать всегда к чему уехали из ленинграда а я замуж вышла я любовь не любовь а как получилось меня на зимние каникулы отправили отдыхать на 10 ну как видят что у меня там семьи нет а вот только брат и сестра в институте дали путевку на 10 а у них рядом военные санатории и они пришли кататься на коньках на лыжах и мы катались а потом он говорит можно я вас домой провожу я бы пожалуйста я даю без всяких сумку от нет ну это прихожу у брата глаза на лоб что это я прихожу так это ну и так а потом я поехала в кубинку летом и мы там расписались и таким образом вы из ленинграда кубинку попала так а потом уже я перевелась московский медицинский институт нашего института и уже закончила его в шестьдесят четвертом году получил звание провизор организатор со фарм дело а сейчас я а потом я была конечно сдавала и сертификаты и отчеты общем я там все время была провизор высшей категории но и к переехали жить любит я так понимаю на каком-то и глюберцы после купинки его направили в люберцы тоже секретная служба там то есть у вас еще до было сложно было нам все сложно всегда но и а я тоже закончила там все уже в московский и вот родился этот маленький у нас сейчас он уже очень большой 60 лет в этом году сыну первому это то есть вы стали люберчанкой люберчанкой но сердце ленград да это не то что сердце это вы знаете это как это родина это родина это детство это незабываемые тяжелые дни да я прочла книгу алиса адамовича недавно совсем перечитала 600 страниц и даниила гранина это изумительная книга вот давайте мы сейчас здесь сделаем паузу а во второй части продолжим говорить потому что все таки 80 лет напомню полного снятия блокады ленинграда в этом году в этом году да и хочется узнать какие то будут наверное мероприятия у нас проходить связи с этим в том числе и в вашей общественной ветеранской организации сделаем небольшую паузу и вернемся студию программы открытый диалог напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях полина ивана константинова председатель общественной ветеранской организации жителей блокадного ленинграда напомним что 27 января исполняется 80 лет полного и полного снятия блокады ленинграда очень важное событие будет много всевозможных мероприятий конечно же прежде всего в ленинграде но и по всей стране и в москве и конечно же в люберцах тоже полина ванна что планируется я знаю что вы еще куда-то собираетесь поехать вот расскажите нам о том как будет отмечаться это событие в люберцах владимир владимирович вы выделил нам резина 18 человек со всей московской области людей которым поездку ленинград то до бизнес-классе вот и мы едем значит туда в репина там специальный отель заря или вам больничного комплекса такой да да санаторий да потому что сын звонил как раз узнал как там все будет прием все проверил да 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 вот и так что пока то что там какие мероприятия будет мы знаем чтобы на пискаревку поедем знаем что но везде водим на пискаревском кладбище пискаревка нехорошо я сказала пискаревское кладбище это бы очень трогательно вот только какая погода как одеваться потому что там иногда очень мозгло иногда очень буду что вы ожидаете от этой поездки вы одна едете из любериц или это из каждого времени это со всего это в район это районных люди там даже есть просто сопровождающие потому что люди не могут ходить а я беру с собой лекарства я сама себе калю колы новый фармацевт можно сказать что нужно кого да 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 нет я просто продолжаю 17 сделала мне еще 13 я решили ехать решила так и какие у вас если вы когда последний раз были в ленинграде когда когда хоронили моего старшего брата вот это ему дали даже вот при входе на кладбище серафимовское кладбище там мама при похоронена сестра ему даже далеко а у них же был их наградили всех медалями за оборону ленинграда ведь они же все время еще сбрасывали вот я не рассказала олег где работал он же работал на поле до на поле собирал овощи вот это нас тоже спасло им в конце в конце сбора осенью 16 килограмм дали овощей невероятно наверно это было а уда тяжесть он таскал вы представляете мальчишка и вот это все он там еще учился он очень хорошо всегда он обязательно и галя а галя значит помимо зажигалок вот еще снабжала водой хлебом я уже говорила а вот вы когда встречались вот в те годы 50 60 вы вспоминали то что тогда происходило или старались это не вспоминать вы знаете об этом старался никто не говорить потому что это настолько тяжело что люди просто начинали плакать то есть не разговора сразу смотрели да и она училась даже вот не просила никогда там кушать что мы просто смотрели в глаза и все не просил вот тут еще такой очень важный момент что пережив такой невероятный ужас смотрите как сложилась жизнь да и у брата и у сестры и у вас вы стали еще и побывали во многих можно сказать местах и определенная миссия была который как выясняется мы не все можем говорить даже до сегодняшнего дня вот вы считаете все таки это вас ленинградская закалка это ленинградской а чем это стержень а чем ленинградцы отличаются потому что во первых мама нам говорила ребята учиться учиться и учиться все я буду работать я буду я вам помогать но чтобы вы все выучились это уже было у меня заложено мамина слова вот но и потом конечно самому хотелось как-то выучиться я старалась более вы были же младшенькая вам нужно еще доказывать всем что вы тоже как бы я там ищу мы иногда у меня даже старше было иногда накажет скажет и что давай уже как отец было уже не кажется но и вот вы же работали потом в научно-исследовательском институте то есть вы прошли еще и большую такую институтскую работу я не веду как человек который разбирается не только в сложных латинских названиях но и как это работает как те растения работают правильно понимаю а вы знаете что я ей латынь очень любила и даже вот вот эта фраза лего артис это по всем правилам искусства в перевести сюда я старалась это в работе что было всегда лего артис это по всем правилам искусства почему или делай или вообще не касаясь если ты не соображаешь вот так вот вы пронесли вот эту любовь к своей работе потому что знаете как люди иногда меняются направление своей деятельности а вы так и сохранили нет я работала во первых я когда только мы поженились я сразу же в кубинке была начальником военной аптеки а потом значит вот уехали мы с кубинки как раз вот я уже здесь была тоже в аптеках городских люберецких работала потом мне предложили все-таки на заведование перейти и то я контролером там все было все-таки высшее образование да да я не хотела вообще заведовать потому что сложно когда коллектив не знаешь и заведовать на вот ну потом все-таки я уже поняла что ничего страшного нет и я уже а потом я работал в институте горно-химического сырья меня взяли с удовольствием туда потому что я химию разбираем то есть вы химик широкого диапазона да и я даже вы знаете был конкурс у меня даже в трудовой книжке записали лучший химик набить 4 4 как разряда 1 не разряда там 1 4 нет четвертое место заняла в конкурсе конкурс был самый настоящий не что-нибудь я люблю потому что химию я дотошно прямо разбирать вот знаете раньше в аннотации было всегда химическая формула и я даже вот мне не надо говорить я смотрю вот там какие там кольца так циклические кольца 5 циклическая 6 я уже знаю это вредно или нет потому что настолько нам по у нас же было 9 химий в ленинграде и все химии это очень интересно вплоть до судебной и мы там все проходили и у нас были очень хорошие перегонкой занимались там все там какая неожиданная у вас до профессия оказалась больше и больше такая мужская в стаке или все-таки женщин много у нас мужчины до вываливали и были примерно на одну треть нас в основном женщины основном женщины в основном женщины одна треть мужчин но я не могу на на секундочку отвлечемся от нашей сегодняшней темы ну то есть вы и сегодня наверное можете прочесть и понять что входит состав вещества и как там накручивают цены иногда и простые таблетки которые раньше но условно стоили там 20 рублей сегодня продают по 500 а можно рассказать о чем давайте так вы знаете вот это когда бизнес начался когда появились люди которые занимаются там закупают а у нас перепродают это дорого тоже вот это все разрушила нашу всю специальность я знаю что фармзавод должен был построиться на выхима я ждала дома построиться если фармзавод я может быть даже туда перейду потому что я знаю вот не стали даже потом передумали до передумали или может быть ну вы знаете что произошло не те времена до 90-е годы вот это все это все повлияло на разрушение а ведь сейчас смотрите как нужны нам фармацевты как нужны нам химики везде я смотрю пройдя такой невероятный путь который начинался так жестоко скажем прямо весьма ироничный человек то есть до сих пор вы даже как-то и шутите до сих ага может быть это и секрет в том что вы работаете до сих пор и осознаете что химия это же все химия человеческая химия природная химия чувств я же помимо химии еще чем занимаюсь я изучаю французский язык на школе и в институте учили французский язык так я сейчас изучаю песни на французский дом на французском языке теперь не просто слушать вы знаете перевод о чем поется мы подошли к финалу нашей программы а давайте подведем итоги вот как вы считаете сегодня тем совсем маленьким еще там первоклассникам или детям постарше важно им донести эту информацию и как ее правильно донести про то что было тогда не блок а я хочу сказать что очень зависит от родителей это самое главное о взглядах их на политику потому что если нормальный человек и если семья нормальная они уже с детства и дети нормальные не может быть чтобы они были уже другие понимаете так что семья самое главное и поэтому они должны эта семья должна уже сейчас говорить маяковский сказал что такое хорошо что такое плохо вот и пожалуйста мой ответ на ваш вопрос ну и что такое хорошо что такое плохо я точно знаю что полина ивана константинова гости нашей сегодняшней программы знает точный ответ на этот вопрос напомню что работает до сих пор а еще и в общественной организации приседательства не говорит да представитель общественной ветеранской организации жителей блокадного ленинграда у меня сегодня очень почетная миссия потому что вот я сейчас в руках держу вот такая очень интересная награда почетный знак который называется в честь 80-летие полного освобождения ленинграда фашистской блокады и это постановление правительства санкт-петербурга и этот знак мы хотим сегодня в эфире нашей программы от того самого постановления от правительства санкт-петербурга вручить его вам потому что это невероятно родиться перед самым началом войны прожить эти первые детские годы в таком аду до аду и мы с вами здесь и остаться человек и остаться человеком и человеком который столько много пользы приносит всем нам и городскому округу люберцы и московской области в целом всей стране поэтому этот знак вам из ленинграда который вы совсем скоро отправитесь благодаря президенту который вас туда отправляет я думаю что это украсит вашу теперь уже ну наверное галерею ваших наград и почетных знаков вот вот это все ленинград да я вижу что да вас уже полный как раз его суда да да вот мы вас хотим поздравить с этим событием поздравить потому что вот вы говорите да радости не было было ощущение выдохнули что закончилось но все-таки 80 лет три величайшие события стойкость ленинградцев до сих пор когда приезжаешь в город как бы он не назывался до того как они называются сегодня но слове ленинград очень много спасибо что вы к нам пришли желаем вам хорошо отметить это событие посетить насладиться сегодняшним санкт-петербургом приехать в невероятных ощущениях вот и желаем вам здоровья всего самого-самого доброго спасибо большое спасибо это была программа открытый диалог у нас гостях была полина ивана константинова председатель общественной ветеранской организации жителей блокадного ленинграда ну а программа открытый диалог вел для вас николай кивиленко всего доброго до свидания украшения украшения